МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 27 февраля, Роделес, российский художник Николай Ге известен своими портретами от Александра Пушкина до Некрасова. Летчик Петр Нестеров. Он первым выполнил фигуру высшего пилотажа, названную мертвой петлей или петлей Нестерова. В этот день, 27 февраля 1598 года, Земский собор избрал царем Бориса Годунова. Он стал родоначальником самой короткой царской династии в российской истории. 27 февраля 1781 года был издан указ Екатерины II о создании шести народных училищ, первых школ Петербурга. 27 февраля 1825 года из печати вышла первая глава романа в стихах Пушкина Евгения Негин. 27 февраля 1882 года частым лицам в России разрешено пользоваться телефонами. В тот год в одном Петербурге было уже целых 246 абонентов. 27 февраля 1813 года заключен Калишский союзный договор с Пруссией против Наполеона. С 1791 по 1815 годы произошло семь войн с участием Франции с одной стороны и Британии, Австрии, России и других стран с другой стороны. Эти столкновения получили название «Войны коалиции». Первоначально они начались как отклик на Великую Французскую революцию и свержение королевской династии Бурбонов. В первых пяти войнах французы неизменно держивали успех, разбивая превосходящие силы союзников. Прежде всего потому, что в стане союзников не было согласованности. Так в войне Первой коалиции Пруссия пошла на сепаратный мир с Францией из-за разногласий с Россией. А в следующей войне уже Россия досрочно покинула театр войнных действий. Вскоре и Пруссия была разгромлена Наполеоном, а в 1812 году она даже направила под его командование целый корпус, который вошел в Россию. Корпус этот состоял из 20 тысяч чистопородных пруссаков во главе с генералом Людвигом Йорком. Их король Фридрих Вильгельм III всерьез рассчитывал получить часть северо-западных земель России в союзе с Наполеоном. Однако уже в декабре 1812 года войска генерала Вингенштейна и адмирала Чичагова громили остатки наполеонских войск в Литве, где находился и корпус Йорка. Финал этого сюжета был чисто прусский. Корпус Йорка на службе во Франции отсек от основных сил корпус Ивана Дибича, тоже чистокровного пруссака, но на русской службе. И он по-свойски предложил своим землякам не дурить и прекратить воевать за Наполеона. Йорк благоразумно согласился, что стало огромным шагом к союзу Пруссии и России. В этих событиях был нюанс. Прусский король Фридрих Вильгельм был в неведении о действиях своего генерала. Йорк сам решал судьбу своего корпуса. В декабре 1812 года он подписал Таурагенскую конвенцию «Сепаратный мир с Россией» и вскоре направил своему королю письмо с предложением последовать его примеру, заключить союз с Россией и европейскими странами и начать освободительную войну. В ответ король отстранил Йорка от командования, но было уже поздно. Русские войска пропустили на родину пруссаков, обещавших придерживаться нейтралитета. Большая часть населения Пруссии искренне не любила Францию и Наполеона. Узнав о победе России и заключении с ней сепаратного мира, жители Кёнигсберга подняли восстание. Добравшись до города, войска Йорка получили весомое пополнение. По дороге к ним присоединились другие мятежники. В середине января ситуация в Пруссии обострилась настолько, что Фридрих Вильгельм покинул Берлин, опасаясь свержения. Мятежники требовали присоединиться к России в войне против ненавистной Франции. Нерешительный король все же отправил фельдмаршала князи Бека в ставку своего русского коллеги Александра I в город Калиш. Уполномоченный фельдмаршал не поднимал вопроса о правовмерности заключения мирного договора, а уже вел полноценный разговор о союзе и совместные боевые действия. 27 февраля союзный договор был подписан. Пруссия обязалась обеспечивать российскую армию продовольствием, а одна из секретных статей договора предусматривала участие России до тех пор, пока Пруссия не будет восстановлена в статистическом, географическом и финансовом отношении в размерах, соответствующих ее положению. Речь уже шла о восстановлении той самой Пруссии, что существовала до разгрома в войне с Наполеоном. Этот договор положил начало объединения вокруг России так называемой шестой коалиции, впервые успешно воевавшие против Наполеона. Через месяц Пруссия объявила Франции войну, а через год война завершилась победой. Так закончилась эпоха триумфа Наполеона и началась долгая эпоха российского влияния во всей Европе.